Это письмо Деду Морозу! О-о-о! Деду Морозу? А можно я почитаю? Что ты ему тут загадала? Нарядная ёлка, гирлянды на батарейках, свечи, письмо Деду Морозу с пожеланиями по поводу подарка. В семье Федоровских подготовка к 31 декабря идёт полным ходом. Отказываться от долгожданного праздника родители не захотели. Однако детям объяснили, встреча этого Нового года будет особенной. Мы в этом году не идём в цирк, как раньше хотелось, на какое-нибудь ледовое шоу. В нашем комплексе, где мы живём, не будет Деда Мороза специально приглашённого. Но мы своими руками создадим наш маленький праздник у себя дома. И этого более чем достаточно, но ребёнок будет счастлив, и праздник состоится. Обязательно отпраздновать встречу этого Нового года призывают украинцы-психологи. В первую очередь это относится к семьям, где есть дети. Моменты радости и беззаботного счастья, неспокойное время – лучший стимул для преодоления проблем в будущем. Вот именно покупка даже тех самых праздничных свечей, гирлянд на батарейках. В Blackout это сейчас очень актуально. Затем портативный фонарик, который светится на потолке разными цветами. Это всё развивает сенсорные каналы восприятия. Это всё профилактика психотравмы. Это является базовым эмоциональным состоянием, на которое ребёнок сможет опираться потом, очень долго, вспоминая военные времена не только как мрачные, депрессивные, а выделяя счастливые моменты из жизни со своего детства. Однако далеко не все поддерживают идею проведения новогодних торжеств в условиях военного положения. Ольга Балагур, ведущая и организатор праздников, признаётся, на этот Новый год у неё почти нет заказов. Многие стыдятся и даже боятся устраивать застолья. Есть такое мнение у общества, что сейчас не время празднования, что это какое-то издевательство над нынешней ситуацией в Украине, что это неуважение к нашим бойцам. Но на самом деле это не так. И именно сейчас перед директорами компании стоит огромная дилемма, праздновать ли новогодний корпоратив или всё же отказаться. И многие не устраивают корпоратив, потому что боятся, что его кто-нибудь осудит или на него рухнет хейт. По данным украинского коммуникационного агентства «Постман», отмечать Новый год планируют лишь 66% опрошенных. 94% из тех, кто собирается праздновать, будут делать это дома, подстраиваясь под обстоятельства. Чтобы просто была такая какая-то атмосфера. Возможно, можно праздновать. Ну, чисто у себя дома, с такими гирляндами, как у нас. Главное, чтобы свет был. Я считаю, что сейчас самое время праздновать праздники, потому что военные на фронте делают всё, чтобы у нас была жизнь. И не нужно тратить время на то, чтобы плакать, сидеть и скучать всё время. В этом году встреча Нового года для украинцев – дорогое удовольствие. В Институте аграрной экономики подсчитали, стоимость стандартных блюд на новогоднем столе выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожали яйца, майонез, овощи и мясо. Элементы роскоши в этом году можно смело назвать и саму ёлку. Самый дешёвый будет стоить 800 гривен – это 25 долларов. Сосны – от 500 до 2000 гривен, то есть от 12,5 до 50 долларов. Цены на искусственные деревья достигают 700 долларов. В декабре прошлого года их запросто можно было купить за 350. Однако больше всего спора вызвала главная ёлка Украины. Петиции «за» и «против» неё чуть было не поссорили страну. Аргументов хватало у обоих сторон. И всё же вот она, нарядная, на праздник к нам пришла. В центре столицы за счёт спонсоров установили праздничное дерево. 12 метров высотой с гербом и гирляндами на генераторах она будет сиять несколько часов в день. Эта ёлка, по словам городских властей, необходимость, а не роскошь. Сегодня в городе Киеве, по нашим подсчётам, находится около 300 тысяч детей. Среди них есть детки, которые изменили своё место жительства в связи с войной. Это и дети, которые потеряли кого-то из родителей. Это детки с определёнными образовательными дополнительными потребностями. Поэтому для них всех готовятся также небольшие поздравления от города. Праздничные ёлки установили также во Львове, Николаеве, Харькове, Кропивницком. А вот о традиционных гуляниях в Киеве в новогоднюю ночь придётся забыть. Из-за комендантского часа передвижения по улице с 11 часов вечера до 5 утра строго запрещены. Делать исключение в ночь с 31 декабря на 1 января в Киевской мэрии отказались. Вита Зеленецкая специально для CGTN. Киев. Украина.